Все проще. Владимир Марышев, эксперт, который отвечает на ваши вопросы, в отличие от меня, простыми словами. Владимир, доброго утра. Сегодня мы продолжаем в автомобильную тематику. Говорим мы и о парковках на газонах в том числе. Ну и в принципе о парковках. Если у вас возникают какие-то вопросы, связанные с парковками, с автомобилями, может быть даже не с этой темой, но адвокату вы можете позвонить нам в прямой эфир. Сейчас вы видите телефон 236-95-37. Звоните, задавайте вопросы, Владимир на них ответит. Ну а пока мы начнем уже на заданную тему говорить. Продолжим, точнее, говорить про парковку на газонах. Говорили это в прошлую пятницу. Вряд ли, конечно, что-то за неделю изменилось в законодательстве. Но все-таки, Владимир, давайте разберемся, как действовать, например, мне, как жителю дома, если я вижу вот такого незаконопослушного соседа. Жителю и пешеходу, что немаловажно. Пока, временно. Да, ну надо помнить, что пешеходы придумали автомобили, поэтому уважать пешеходов надо всегда. Ну они через всего жалуются на нас, автомобилистов, кто не там посадил. Таким образом. Им мешает ему пройти, видите ли. Если вы видите автомобиль, который припаркован отлично на газоне, то у вас есть несколько вариантов поведения. Первое. Вы можете позвонить в отдел полиции и сообщить о правонарушении. Они, конечно, обязаны выехать, зафиксировать это правонарушение, но привлекать к ответственности уполномочена у нас административная комиссия при администрациях района города Красноярска. Поэтому все материалы стекаются именно туда. Второй вариант поведения. Вы можете позвонить непосредственно уже в администрацию района и сказать, что по такому-то адресу совершается правонарушение. А мне, как жалобщику, нужно зафиксировать это нарушение или нет? Вот и третий вариант. Вы можете проявить инициативу, сделать видео или фотосъемку, но вы ее должны сделать таким образом, чтобы, во-первых, был виден газон, во-вторых, сам автомобиль, его государственный номер, и еще вы должны умудриться привязать вашу фото- или видеосъемку к адресному зданию. Ну, геолокацию, грубо говоря. Или геолокацию сделать, или сфотографировать на фоне дома с адресной табличкой. Если это получится, это вообще будет идеальный снимок. Отправить можно ваши видео или фотоматериалы по электронной почте. Существует электронная адреса администрации района. В каждом районе это свой адрес. Соответственно, отправляете видео или фотосъемку с текстом. Прошу привлечь к административной ответственности лицо, которое нарушало благоустройство по такому-то адресу. Укажите, конечно же, и свои анкетные данные для обратной связи. Административная комиссия, получив материалы, рассмотрит ваше обращение и обязана будет привлечь к административной ответственности виновника. А почему госинспекцией не занимается? А потому что это сейчас не является нарушением правил дорожного движения. А потому что это газон, да? Да, федеральным законодательством у нас, к сожалению, это не предусмотрено. И практически 5 лет у нас существовал пробел в праве с 2014 года по 2019 год, пока наши депутаты местным законом административных правонарушений не отрегулировали. Да, не отрегулировали. И это является нарушением благоустройства. У нас есть звоночек. Уже первый поступил в нашу студию. Мы уже что-то заговорились. Ну, тема такая же, утрепещущая, сами понимаете. Доброе утро. Как вас зовут? Задавайте свой вопрос. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Вера Васильевна. Я живу в Ачинском районе Красноярского края. Здравствуйте, Вера Васильевна. В поселке Мариновка. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие нужны документы, чтобы ездить на мотоблоке? Вот нам необходимо из гаража водить воду в сады. Мотоблок – это рано к мотоциклам. Да, здесь важно, какой мощности двигатель у мотоблока. Более он 50 кубических кубиков. Да. Соответственно, если мощный мотоблок, то вам потребуется специальное право на управление данным мотоблоком. Если у него имеется кузов, то он также должен быть зарегистрирован. Но в целом, если вы двигаетесь не по дорогам общего пользования, то, в принципе, можно ездить. А как понять? Вера Васильевна сказала, что нужно возить на дачу, грубо говоря, на садовый участок, видимо, из Ачинска. А сельская дорога, без указателей, это является дорогой общего пользования? У нас же не везде асфальтовое покрытие. Да, вот как их отличить? Ну, дорога, конечно, ее отличить можно всегда, если она существует на бумаге, так скажем, сделана администрация района или иными частными собственниками. У нас существуют сейчас в России частные дороги. Ну, в любом случае, при движении по дорогам общего пользования потребуются специальные документы, то есть без прав. У нас сейчас даже на мопед предусмотрены права, то есть категория М, которая выдается всем автолюбителям, которые сдали на категорию Б автоматически. Вот я только и хотел сказать, что если, про что Владимир говорил, у вас мотоблок попадает под категорию мопедов, там меньше 50 кубических сантиметров. В принципе, с наличием категории Б вы можете, как говорится, не париться, просто садиться за штурвал и ехать. В целом, это требование связано с тем, чтобы человек, который двигается на транспортном средстве по дорогам общего пользования, хоть каким-то образом слышал о правилах дорожного движения. Просто, скорее всего, вопрос еще в том, нужно ли как-то этот мотоблок ставить на учет? Нет, мотоблок ставить на учет не требуется. А, ну, все, то есть на него документов никаких не нужны, вам достаточно же прав категории Б, опять же, если он не свыше 50 кубических сантиметров. Еще один звонок мы принимаем. Алло, доброе утро, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина, очень приятно. Ваш вопрос. Вы знаете, у меня сын года 4-5 лет назад продал автомобиль по доверенности. Автомобиль уже уциализирован, но налоги идут. Вот как нам решить вот эту проблему? Документы просто учили на куплю-продажу вот это вот, как сделано. Как вот нам решить эту проблему? Скажите, пожалуйста. Если автомобиль был продан иному физическому лицу, которая ставила его на учет, то копия договора купли-продажи должна иметься в органах ГИБДД. То есть вы можете обратиться в органы ГИБДД, написав объяснение о том, когда и кому был продан автомобиль, попросить выдать вам копию договора купли-продажи, заверенную сотрудниками полиции. И с уже выданной вам копией, заверенной договора купли-продажи, обратиться в налоговую инспекцию, также подав заявление о том, что налог вам уже начисляется незаконно. А бывает такое, что в ГИБДД не остается копия? Или они должны хранить? Если регистрация на нового собственника происходила, то копия договора купли-продажи обязательно сдается, она входит в обязательный комплект документов. Хорошо. А без договора невозможно сейчас сделать? Я допускаю такой вариант, что был подписан договор купли-продажи и новый собственник не регистрировал его в органах ГИБДД. Но тогда потребуется, конечно, усилие для того, чтобы доказать, что вы все-таки продали свой автомобиль. Но там еще проблема в том, что Галина сказала, что утилизирован нужен автомобиль. Да. Таким образом, конечно, документы об утилизации также должны иметься в органах ГИБДД и собственник автомобиля, который утилизировал, также должен быть указан. Если это не сын телезрительницы, то, конечно, это подтверждает позицию, что автомобиль был продан. Еще у нас один звонок. Уже нет. 236-95-37. Телефон прямого эфира для того, чтобы вы, Владимир Барышеву, задали свой вопрос сердеческого характера на автомобильную или не автомобильную тематику. А пока задаете ваши вопросы, я хочу вот задать вопрос по поводу парковок. Мы начали просто общаться с газонами, разобрались. И вроде бы здесь уже все ясно. Ну, вы либо вызываете полицию, либо там сами фото-видео фиксация. А вот мне больше интересно. Смотрите, Владимир, расставьте наконец-то все точки над «и» перед всеми горожанами. У нас есть парковки по городу. И до сих пор перед ними стоят вот эти паркоматы, так называемые. Большинство из которых не работают. Платные парковки. Работают в Красноярске или нет? Сейчас. На самом деле программа еще не свернута до конца. Да, она работает. За парковку в центре города, где стоит паркомат, необходимо платить. Но вопрос в привлечении к ответственности этого не происходит. То есть принцип неотвратимости привлечения к ответственности у нас не исполняется, как и с парковками на газоне. Соответственно, многие граждане паркуются, не оплачивая. Ну, вопросы это больше к исполнителям данной программы. Почему у них техника не работает для оплаты? У нас есть звоночек сейчас. Я бы хотел вернуться к теме платных парковок. Есть у меня еще одно уточнение. Но в любом случае, давайте сначала примем звонок телезрителя. Алло, доброе утро. Как вас зовут? Представьте. Меня зовут Евгений. Да, ваш вопрос. У меня простой вопрос. Вот здесь мотоциклы, цветы. А у меня простой вопрос по городу Назарова. У нас ходят дети, пешеходы. Ни одного пешеходного не отмечено нигде. Все черное. Ну, разве так можно? Потом говорят водители в силу там. Водители ГБДД не работают по пешеходному. Ничего там нет. Ни одного пешеходного не отмечено. Подождите, Евгений. Правильно мы понимаем? Нету разметки на дороге. Или нет знаков. Или нет знаков. Совершенно правильно. Подождите. А знаки есть, Евгений? Знаки есть. Но знак может не каждый увидеть, если вибра не видно. Правильно? Хорошо. Есть знаки, но нету зерк. Ваш вопрос в том, как заставить нанести разметку. Правильно? Поняли? Да. Чтобы ГБДД заставило разметки. По всему городу Назарова нет разметки. По Карломарце сделали двойную сплошную, где хороший асфальт. Остальное ничего не делали. Так нельзя. Хорошо. Хорошо, Евгений. Мы поняли. Согласна. Да, действительно. Здесь алгоритм действий следующий. Если граждане видят, что разметка не наносится, или дорога в ненадлежащем состоянии, они должны обратиться в органы ГБДД. Последние должны выехать, составить акт несоответствия и направить его в администрацию района для устранения. Данное предписание должно быть исполнено в установленный законом срок, и разметка или ремонт дороги должны быть произведены так же. Ну, все. Тут достаточно тоже очень простой алгоритм. Буквально коротко, я говорю, что я спрашиваю о платных парковках. Допустим, такую ситуацию, я приезжаю, паркую свой автомобиль, у меня знак «Платная парковка». Паркомат не работает, сломался, не принимает деньги. По разным причинам я не могу заплатить за эту парковку здесь, не по своей вине. А штраф может прийти. А штраф выписывают совершенно другие люди. Конечно, фиксируйте все на видеосъемку, что паркомат не работает. Фиксируйте расположение паркомата и вашего автомобиля. Потому что штрафы приходят вследствие фотографирования в автоматическом режиме. То есть ездит автомобиль, из его салона происходит фотосъемка, и приходят автоматические штрафы. Чтобы этот штраф вам оспорить, вам необходимо будет доказать, что вы предприняли все надлежащие меры для того, чтобы оплатить, что вы законопослушный. Но по независимым от вас причинам этого не произошло. Я как итог могу выяснить, вынес из нашей беседы, что, друзья, всегда при себе имейте фото-видеофиксатор. Заряженный телефон. Заряженный телефон, который вам поможет либо оспорить, либо себя защитить, либо защитить права других людей, или даже газола. Того же самого. Кстати, давайте напомним на сегодняшний день, что в этих фонтанах парковаться тоже нельзя. Сегодня эта информация очень актуальна. Ну что ж, говорим спасибо Владимиру Барышеву, юристу, адвокату, нашему соведущему по пятницам. И напоминаем, что через неделю ровно вы сможете задать свой вопрос по телефону 236-95-37. В прямом эфире. Ну а если вам требуется более подробная консультация, то тогда можете позвонить по телефону 233-11-66. Владимир также является у нас участником рубрики «Спроси юриста», где полностью прокомментируют вашу ситуацию уже в заранее записанном варианте. Каждый понедельник и среду в эфире рубрика «Спроси юриста».